доброе утро напоминаю всем своим подписчикам да и случайному зрителю зашедшему на мой канал то что я в африке в танзании почти две недели уже у меня на канале вышла серия видео роликов о восхождении на килиманджару по маршруту матчами если вы еще не видели то можете обязательно перейти посмотреть сначала эти видеоролики вышло видео о сафари национальном парке трангири вот как раз предыдущие и сегодня мы проснулись в хорошем отельчике с видом на озеро маньяра и отправляемся на сафари в национальный парк нгору нгору эта поездка обещает быть интересным потому что нгору нгору очень много животных и знаете здесь говорят так если ты не был бы нгору нгору ты не был на сафари поэтому кто не смотрел предыдущие видео переходите смотрите а потом возвращайтесь к этому посмотрел приятного просмотра у нас классное утро вот замечательный рассвет видно маньяра лейк на озеро маньяра сейчас завтракаем отправляемся уже сделали зарядочку вот светлеет здесь поздно темнеет рано поэтому делали зарядку без пятнадцати шесть утра под цветом фонариков на газоне в общем а что еще вот я сейчас утром проснулся поймался на мысли что я начинаю понимать колонизаторов и плантаторов которые уезжали из серого лондона или там еще какого-то европейского города вот такие потрясающие места всю ночь здесь классные звуки какие-то цикады кто-то еще там стрекочет сверчки утром просыпаешься просто разноголосие птиц и в принципе это не прекращается вот поэтому звуки здесь просто бомбезные все время 24 на 7 время почти 7 утра мы загрузились наш замечательный внедорожник сафари-мобиль сафари-мобиль мы загрузились в наш сафари-мобиль заехали национальный парк нгору нгору точнее сейчас будем заезжать вот они врата врата в этот национальный парк и после въезда в эти врата нам предстоит достаточно длинный спуск внутрь самой локации почему потому что парк нгору нгору это кратер старого большого огромного африканского вулкана который бахнул два с половиной миллиона лет назад и вот с течением времени после этого коллапса здесь образовалось такое райское место для многих животных перед спуском в кратер мы остановились на смотровой площадке бьюпойнт нангору нгору и вот он вот он смотрите все люди смотрят все люди фотографируют сейчас мы посмотрим что там такое вот даже масса и здесь пушка и мы видим то что верх и склоны это все поросшие настоящими тропическими джунглями вот сейчас мы оттуда приехали там прям ехали действительно огромные джунгли вот там есть зона и вот здесь по низу тоже с акациевыми лесами вот там тоже мы понятное дело заливные луга болотистые местности и конечно же озеро ну настоящее царство жизни и у меня кстати даже появилась здесь идея что наверное когда я буду гонять в такие поездки где много всяких зверушек у них свои какие-то экосистемы вот этот проект я бы назвал царство жизни вот конечно здесь сафари это не такое классное интересное приключение как некогда моего путешествия по бразильским джунглям которые я пересекал вдвоем со своей боевой подругой ксюхой вот кстати про эту поездочку вы можете почитать на сайте кнопку журнала кнопку ссылочку я оставлю в описании переходите читать классное было приключение далеком 2014 году мчим вниз а ну и конечно же поправочка это не кратер это кальдера вулкана который бахнул два с половиной миллиона лет назад как я уже говорил сейчас мы находимся на высоте 200 и спускаться вниз мы будем аж на целых 600 метров так что хорош такой горный перепад высоты спуск у нас вот по такому серпантину выложенному плиткой или это грушатка грушатка я не шарю вот мы спустились кратер здесь уже нет джунгли здесь уже более сухие акацовые леса которые сменяются саванным пейзажем и лугами заливными а также болотцами акультро у нас начинается со встречи со слонами напомню что слоны входят в знаменитую большую африканскую пятерку так что можно сказать сегодня первый из пяти у нас встречен ну а вчера в тарангире мы просто этих слонов увидели нереальное множество и очень близко вот эти малютки рогатые у нас это газель томпсона красивые газельки да ну вот только отъехали от газели томпсона и встретили огромное стадо монохромных лошадок всех известных всем известных зебра вот они пасутся тоже щиплю травку вот наверно гну да вон там там тусуется с ними прям очень очень близко они здесь повернулись к нам попками правда красивые да смотри какие симпатяги они такие типа нас мало но мы в тюльняшках вот тут среди стад травоядных зебр и антилоп гну тусуются еще бабуины вчера мы уже достаточно близко с ними познакомились с этими хулиганистые представителями приматов но вот здесь прикольно так наблюдать ходят тоже мирно жуют травку рядом с зебрами здесь у нас возможность поближе познакомиться с рогатыми антилопами гну вот такой у них странный конечно видон забавное не что-то среднее между коровой буйволом я не знаю большой козой короче у нас тут пробка причина пробки почему потому что все хотят посмотреть вон на того чувачка который либо там тащит что-то газель тащит он в кустах спрятался царь зверей вот он вот он собственной тащит целую тушу это львица здесь пока и муж разрешит тоже присоединиться к трапезе потому что у меня две да под дерево да да все легла там уже три все пошли короче за львом отжимать у него мне кажется заслуженную добычу у нее морда прям крови третий пока под деревом все кусается смотри смотри вон другой лев потом ходит смотри давай фотка его быстро угу какой блин вообще красавица мне кажется мне сейчас будет там терки в кустах это газель томпсон это томпсона или и цесарки какие-то да да ты третий смотри еще одна лица сейчас нам короче мне кажется будет что-то что-то аккуратненько аккуратненько на цепях они убегают а порочит похоже там этот главный леп жрет это тут думает чем бы ему заняться вот еще одни представители большой пятерки буйволы вчера мы их тоже наблюдали в тарангире но здесь вот несколько раз уже за сегодняшнее утро довелось увидеть намного ближе чем вчера просто огромный мощный слоняра питается тут бивни просто невероятно большие касается конечно самом деле очень круто вот просто едем и вокруг нас ну вообще все просто зебры буйволы антилопы гну вот эти мелкие газели томпсона еще какие-то разновидности антилоп фламинго вон тусуется на берегу там же где зебры мелкий смотрит смотри как в общем ну такое классное утро утро только началось просто просто все вокруг здесь в мире животных здравствуйте вот тут еще пеликаны и до цапли аисты короче куча всяких птиц еще очень круто так первое встречное нами бегемот не очень близко и не очень далеко лежит просто в кайфах еще ему ничего не интересно кто тут подъехал смотрит чё за туристы озеро с бегемотами бегемоты такие знаете ленивые создания вот они засунули морду вот так вот и все и сидят по ним птички ходят чуть с них склевывает но на самом деле не надо заблуждаться от вот этой ленивости бегемота это наверное самое опасное но одно из самых опасных африканских животных для человека точно вот и очень много случаев когда гиппопотамы раздавали таких дроздов как людям так и в целом другим обитателям которые нарушили в территории и спокойствие прикольный звук да пришел в движение просто смею локацию раз кайфушка продолжается гиппопотамы весь день проводят в воде купаются вот так раскайфовываются отдыхают и уже вечером они выходят и достаточно далеко от водоема отходят там километра на 4 на 5 чтобы всю ночь попастись пожевать травки а с утра снова возвращаются свои водные владения да вчера в трангире мы конечно много слонов видели но вот эти просто огромные на самом деле такие взрослые возможно уже старые самцы просто здоровенные вот у этого парня только один бивень такой тоже достаточно здоровый огромный самец интересно наблюдать как они траву конечно едят хоботом собирает и как рукой прям просто хоп-хоп кладет к себе в рот завтрак это короче что я тоже проголодался кстати сюда мы подъехали к берегу озера чтобы посмотреть на фламинго розовых и не очень достаточно симпатичные птицы но у меня с ними очень близкий хороший контакт был свое время в южной америки без всякой машины вот они наконец-то прям очень очень близко к нам представители списка большой африканской пятерки буйволы напоминаю кто входит в список большая африканская пятерка это непосредственно вот эти вот рогатые ребята буйволы слоны носороги леопарды и львы собственно говоря мы близко очень встретили троих представителей из этого списка нам осталось увидеть носорога и леопарда ну с леопардом вообще навряд ли повезет ну ладно а вот и знаменитый диснеевский пумба но вообще конечно же этот свинь называется бородавочник наверное вы все знаете вчера в тарангире от нас все бородавочники убегали просто вот в рассыпную смотри ты не боится старый секач в общем не всегда везет на близкий контакт с животными иногда приходится пользоваться биноклем круче вот там далеко мы видим двух носорогов вот это вот две антилопы гну а между ними вот посрединке там два носорога пасутся вот поэтому нам пришлось взять бинокль и посмотреть на них хотя бы издалека так у нас тут на дороге маленькая гиена лежит никуда не уходит отдыхает в грязи все решила уйти в дороге наша молодая гиенка а он повзрослее это мама да короче вот этот вот щенок то походу мама выглядывает здесь в этом классном местечке у нас перекур на обед здесь ходит куча цесарок вот они вполне там привычные для нас домашние деревенские синишеи индюшки вот этот уже поинтересней чувак очень классное место для того чтобы передохнуть покурить пообедать и и дальше дальше смотреть зверюшек пока мы там фотографировались рассматривали птичек мануэль нам уже накрыл стол и даже и даже и даже бутылочка белого винишка круто классно супер здорово кажется заработали ничего не делали ничего не делали в машине сидели на зверушек смотрели знаете заслужили виничка пора завязывать с высотным альпинизмом переходить его что такой отдых шучу конечно конечно куда я без вам пока там настя фотографирует этого марабу или какой-то там а из непонятно я приступлю к приему пищи и распить ее хорошего венца сеньки а санты сана вот такой прекрасный нас вид на озеро там гиппопотамы купаются здесь вот птицы ходят белое вино и вот такой ланчбокс бананы гуще бананы все это неопределенно это нравится вот у меня белое винишко вкусная еда и вот здесь вот такая птичьи идиллия цесарки кита птички помельче вот такая вот красивая желтая птичка вот этот вот парень стоит внимательно смотрит так джек воробей оба два идите отсюда джек воробей обречен да нет сюда смотри сколько их налетело идите нас еще творится опять левицы светские лица действительно два метра от дороги вот мы сейчас прям очень близко к ним подъехали типа три метра вот они рядышком очень и да симпатичные кисы вот это да вот это здравствуйте молодой лёва сразу видно наелся доволен вот они его не знаю уж подружки или сестры ну по сути мне кажется это сестренки потому что они молодые тоже и вот он мелкий вот ну как мелкий не хотелось бы с таким мелким встретиться вне машины но тем не менее по сравнению сегодня с взрослым львом который тащил газельку зубах эти еще молодые друзья мы покидаем кратер нгору нгору и тем самым в целом завершаем наш наши двухдневные сафари в конце этой поездки хотелось бы резюмировать если у вас есть всего лишь один день на сафари то конечно же на мой взгляд стоит поехать именно в гору нгору потому что здесь больше концентрация животных и больше водовое разнообразие но вот сейчас по прошествии двух дней я вот не могу точно сказать где мне понравилось больше в гору нгору или тарангири в тарангири была однозначно своя прелесть и наверное главная фишка в тарангири была в том что мы достаточно часто и очень близко встречались с фаворитом всех наших мечты желаний в нашем тандеме это с жирафом да жирафов мы видели много часто постоянно просто и слонов и слонов кстати тоже ну и в целом в тарангири нам повезло очень близко познакомиться с со львами не менее близко чем здесь город гора поэтому как бы однозначного ответа какой парк лучше нет лучше оба если есть вариант ехать в оба парка вот но если есть конечно вариант много дней попутешествовать то возможно стоит посетить еще и маньяры серенгети но в целом двух парков тарангири нгора нгора хватает вполне за глаза что еще конечно же вот такое сапари где ты ездишь видишь всех этих африканских животных из машины с одной стороны это классно эмоционально интересно с другой стороны это ну никак не может сравниться с моим опытом когда допустим я в дикую пересекал джунгли в бразилии пантанал об этом кстати есть у меня статья на снобе оставлю ссылку закрепленную в комментарии можете перейти почитать в общем это не сравнится когда ты встречаешься с дикими животными вне автомобиля и без гида проводника который те запрещают вылезти из автомобиля и когда ты встречаешься с животными вот так как на сафари но по эмоциям это несравнимые вещи но тем не менее сафари все равно это круто классно сюда стоит ехать за это стоит заплатить поэтому welcome в общем приезжайте в африку в танзанию и едьте смотреть на этих зверушек все здорово классно это мой как говорит небезызвестный youtube блогер travel рекомендацион в общем приезжайте да и конечно же спасибо всем за просмотр этого видео я здесь в африке еще надолго еще на месяц вот так у меня будет еще несколько групп по маршруту матчами о маршруте матчами я уже снял четыре видео видео серии на своем канале переходите смотрите но также у меня будет группа одна по маршруту марангу я тоже обязательно буду снимать видео выпуск на эту тему может быть даже тоже сделаю это маленьким сериальщиком чтобы вы для себя могли сравнить матчами или марангу что предпочесть когда приедете сюда в африку в танзанию и пойдете восходить на высшую точку африканского континента гору килиманджаро в общем еще раз спасибо всем не забывайте подписываться ставить лайки звонить в колокольчик чтобы не пропускать новых видео и от меня вам большой африканский привет тепло земли всем до встречи субтитры сделал DimaTorzok в том, как и у вас есть вот и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok